Казахстан Увлеклось как раз платами и материалами Эффективность немедленно упала до нуля Бюро расследований узнало Кому за рубежом выгодно создавать Казахстану отрицательный имидж Никакими потоками объективной информации Их критику сбить не удастся Поскольку это работа человека Прийти сегодня за письменный стол И написать критический материал Самые успешные и провальные Имиджевые компании страны Со стороны В Казахстане Вот этот кебаб только мы делаем Это есть Который вы знаете Донер кебаб Успешный бизнесмен из Турции Ролд Кая с гордостью рассказывает Что кухня его родины Одна из самых разнообразных в мире В столичном ресторане ассортимент тоже богатый Блюда из мяса, рыбы, много десертов Заведение среди астанчан Достаточно популярное Здесь нет спиртного Люди приходят сюда, чтобы вкусно поесть Мы убедились, действительно вкусно Я кушать, готовить очень люблю И умею хорошо готовить Ресторан, кафе для меня была Это самая хорошая идея Когда я учил в Алма-Ате Тогда тоже там первый туристский ресторан Открыл, я там директором тоже работал И здесь открыл Ресторан, кафе Это моего брата Ресторан, кафе здесь Здесь турецкая кухня И мировая кухня есть Из Турции Павер работает В 90-х Ролд выучился в Алматы На строителя и уехал домой В Турцию Там открыл небольшой завод кожаных изделий Но после все-таки вернулся в Казахстан Уж больно была страна привлекательна для бизнеса Уже в 2000-х предприниматель открыл в столице Несколько торговых точек и ресторанов Не скрывает, бизнес успешный, зарабатывает хорошо А иначе заниматься им нет смысла Ролд удивляется, почему в турецких бизнес-кругах Немногие воспринимают Казахстан Как страну для успешного ведения бизнеса Очень много людей думает там Казахстан Пока это Как Советский Союз остался Страна Такая Не поднялась, скажем Так думает Но когда, например, приезжают люди И видят Даже фото Иногда на Фейсбуке Поставляем, например, фото Астана Они говорят, это Астана, что ли? Казахстан, так? Всех гостей в ресторане угощают чаем Турецкая традиция Чайным церемониям турки придают особое значение Напиток подается крепкий и наваристый К казахстанскому менталитету Эролд уже привык Очень любит местную кухню Бешпармак, манты и лагман Единственное, что смущает бизнесмена Суровый климат В Стамбуле, где живет семья Эролда Даже в самые холодные дни в году Температура воздуха редко опускается ниже 5 градусов тепла В Министерстве иностранных дел признают Что простые жители западных стран Очень мало знают о Казахстане В большей степени для создания целостного И главное, не конфликтного образа страны В МИДе и был создан Комитет международной информации Есть люди, хорошо информированные о Казахстане Есть люди, неверно информированные о Казахстане И есть люди, совершенно не информированные о Казахстане Огромнейшая масса Самый большой процент зарубежной аудитории Это те люди, которые вообще ничего не знают о Казахстане В данной ситуации При слове «Казахстан» Возвращаясь к имиджу, возвращаясь к образу Казахстана При слове «Казахстан» у них в голове ничего не всплывает Говоря о негативном проявлении имиджа Казахстана Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают Что трагедии и преступления, где фигурируют наши граждане Интересны больше для отечественной прессы и людей Чем для зарубежной общественности И если кто-то критикует Значит это кому-нибудь нужно Или журналисты хорошо выполняют свою работу Одно из двух Важно не то, что произошло что-то нехорошее Бывают вещи, которых мы никак не можем избежать Бывают трагические случайности Бывают чрезвычайные происшествия Бывают, к сожалению, преступления Или неправильные поступки, которые совершаются отдельными лицами Сами по себе они не могут перечеркнуть Позитивный имидж нашей страны Что важно в этой ситуации Это не то, что это произошло Возможно мы не могли ничего сделать, чтобы предотвратить это Гораздо важнее наша реакция Гораздо важнее то, как мы отреагируем Как мы покажем себя как государство Десятки скандалов и неприятных историй Связанных с гражданами или дипломатами Из Казахстана Не могут не сказываться на имидже нашей страны Из последних самых громких Арест генерального консула во Франкфурте За контрабанду Или попытка угона самолета Дипломатом Толмачевым Его, кстати, тогда объявили Страдающим психическим расстройством И не стали обвинять в террористической деятельности Сейчас Толмачев, по некоторой информации Работает над подготовкой к Экспо-2017 На руководящей должности Раскрутить бренд целой страны можно быстро и недорого Как знают профессиональные пиарщики Первое и главное правило Нужно навсегда отказаться от джинсы На языке профессиональных пиарщиков Джинса — это проплаченные материалы В средствах массовой информации Ярлан Аскорбеков рекомендует Нужно научиться привлекать масс-медиа С высоким коэффициентом доверия Персонально работать с каждым иностранным журналистом Можно дарить им дорогие сувениры Кормить черной икрой Но ни в коем случае нельзя платить деньги Подчеркивает опытный пиарщик Насколько я понял Может, я не владею полностью информацией Но во время мирового финансового кризиса Возможно, единственная страна на планете Которая спасла десятки тысяч дольщиков Это Казахстан Я уверен, что если провести социологическое исследование Внутри страны Я уверен, что обыватель скажет Что государство наше бросило дольщиков Как это вообще могло произойти Что реально конкретное достижение Социальное, гуманитарное Политическое достижение власти Неизвестно налогопоцельщикам Для японки Сейки Тунасаки Танец — это жизнь 20-летняя девушка, не зная ничего О Казахстане, приехала сюда Чтобы танцевать Полгода назад для Сейки Наша страна была одной из многих С суффиксом стан Опасная, неизведанная и закрытая Теперь она думает иначе Если честно, японцы очень мало знают Про Казахстан Мне очень это жалко, конечно, сейчас Потому что мне очень нравится эта страна Мы считаем Страна неспокойная Но я вот приехала Сама все видела И поняла, что это все наоборот Очень спокойная И мне очень нравится Сейка неплохо владеет русским языком Восемь лет назад она уехала из родной Японии в Россию Сначала четыре года училась в Новосибирске Затем столько же работала в балетной труппе в Москве Когда предложили танцевать в Астана-опера Согласилась не раздумывая Уж очень много слышала положительных отзывов о театре Не пугает Сейку даже столичные морозы Говорит, климат на ее родном острове Хоккайдо Тоже очень суровый Я вот приехала Сразу в театре Начала заниматься Все начальники, директоры, репетиторы И коллектив Друзья все очень добрые И открытые они И все так хорошо И тепло Меня приняли сразу Вот Это очень удивительно Что такие открытые люди Спасибо